Римский поэт Вергилий Римский поэт Вергилий Римский поэт Вергилий Римский поэт Вергилий Человек плавал по рекам с шестом и веслами Раньше, чем стал ездить на колесах по дорогам Как средство передвижения по воде, байдарки и каное вере и правде служили человечеству с незапамятных времен Байдарки, как эскимосские лодки, каяки, каное, как индейские пироги Байдарка или каяк тип традиционной грибной лодки народов Арктики, эскимосов и различных холлиутов Каяк традиционно делался из шкур, натянутых на каркасе, из дерева или из костей Современные модели байдарка и каяков обычно изготавливаются промышленным способом на заводах А вот эти каное индейские пироги это каркасные лодки индейцев Северной Америки Которые служили им средством передвижения по рекам Так как по рекам человек начал двигаться гораздо раньше, чем по дорогам Коное различных индейских племян, соответственно, различались немножко типом, очертаниями, конструкцией Но в основном имели каркас и покрывались корой деревьев или кожей от животных Основные отличия байдарки от каное На байдарке грибут при помощи двулопастного весла, а на каное – однолопастного В байдарке грибец сидит только на ягодицах, тогда как на каное может располагаться любым способом В том числе и на специальном сидении Но на спортивном каное грибут только стоя на одном колене Как вид спорта, безуключенная гребля зародилась в самом конце 18 века Когда во многих странах Европы построили грибные базы на берегах рек и озера Эти клубы служили местом загородного отдыха на воде Организовывали длительные многодневные туристические походы на лодках А затем соревнования в гонке на скорбь Лишь в начале 20 века люди стали использовать своеобразную форму каное и байдарок с одним веслом Для развития нового вида грибного спорта Так в Европе возникли лодки нового типа Появились байдарки с веслом, имеющим две лопасти И каное с веслом, имеющим одну лопасть Неофициальные состязания на байдарках и каное Активно проводились в 1920-е годы в странах Европы и Северной Америки В 1924 году в Копенгагене было основано международное правительство Каноа ИРК, которое ввязало на себя организацию международных соревнований В 1933 году прошел первый чемпионат Европы в Праге А в 1939 году прошел первый чемпионат мира в Швеции Нужно поддерживать крепкость тела, чтобы сохранить крепкость духа Виктор Гюго Разминка перед тренировкой обязательно в любом виде спорта Гребля не исключение Сейчас мы расскажем вам, как тренируются каналисты и байдарочники Нарского спортивного клуба Нарва Викингит Как уже ранее говорилось, любая тренировка начинается с разминки У нас эта пробежка на суше Мы бегаем до моста Дружба и обратно В среднем это 1300 метров Затем наступает второй этап разминки Разминка на воде Мы выходим на воду и проходим 1,5-2 километра Только после этих двух этапов разминки мы непосредственно приступаем к тренировке Все спортивные состязания нужно рассматривать на основе равенства Пьер де Кубертен Еженедельные тренировки необходимы для того, чтобы в один прекрасный день спортсмены могли продемонстрировать свои навыки, умения и силы На различных соревнованиях, уездных, республиканских и международных У каждого спортсмена есть выработанная годами техника рвения к победе В конце каждых соревнований есть самый торжественный момент – награждение победителей Музыка Вот мы и рассказали вам о таком виде спорта, как гребли на байдарках и канонах Рассказали вам о зарождении данного вида спорта и о двух типах водок О том, как проходят тренировки у спортсменов А также множество различных техник и горящие глаза спортсменов, которые пытаются достичь успехов на соревнованиях В завершении хочется сказать, что спортивный клуб «Нарва Викингит» приглашает всех желающих на гребную базу города Нарвы Где вы можете пообщаться с тренерами, спортсменами А при желании записать своих детей и самолично записаться в этот прекрасный вид спорта Гребли на байдарках и канонах Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова